Образовательное учреждение планируется сдать в сентябре. Сейчас идут отделочные работы внутри здания. Ранее гостроинадзором было вынесено несколько замечаний, которые в настоящий момент устраняются. Особенностью новой школы будет концепция оформления времена года, известного фортепианного цикла Чайковского. Четырём крыльям здания на двух этажах будет соответствовать своя цветовая гамма. Зима, весна, осень, лето. Мы, соответственно, очень долго подбирали каждое крыло цвет. Ну, соответственно, ну как должна выглядеть весна или лето? И вот мы так-то спорили. Я говорил, слушайте, наверное, уже зелёный. Нет. А вот весна вот будет такая, а лето будет вот такое. Вот мы с директором школы, с педагогами. Ну, в общем, выбрали зима, весна и осень. Здесь будут заниматься дети по нескольким направлениям. Вокал, хореография, игра на музыкальных инструментах, изобразительное искусство. Для каждого вида свои специально предназначенные помещения. Здесь есть лифт и вообще всё предусмотрено для посещения людей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельно стоит сказать про зрительный зал с удобными ортопедическими креслами. Глава района и все остальные, кто осмотрел здание, остались довольно увиденным. Посёлок разрастается, микрорайон строится рядом, в конце концов увеличивается население. И вот со многих точек зрения удалось уговорить, что давайте всё-таки с каким-то заделом будем школу строить. Вот сегодня они в одноэтажном здании, там какие-то 10 комнат. И вдруг вот двухэтажное количество вообще, зал, концертный огромный, сцена огромная. Вот такой сцены сегодня даже в Доме культуры нет. Уже скоро нынешние воспитанники развилковской школы искусств переедут в новое здание.